Галакси Рейдер Седвенчес. Галактические Рейдеры приключения. Рассмотрим навигацию. У космических ниндзя, это сторона стелса. У них навигация какого-то может быть одинаково, как тени ниндзя, космиксы и ангел. У них была на базовом уровне на 40 процентов. Ну, когда персонаж пилота начинает. У нее дальность Ближний Космос. То есть сфера коалиции, пограничные и Ближний Космос. Обычно пограничные отдельно. Вот Теклодроны, они настраиваются на пограничие, которое свое принадлежит этой сфере коалиции. Поэтому Теклодроны, это типа дроны Рейдерского типа. Но они еще не считаются как бы Матричными. То есть это Матрич, это может производство быть Матричным. А вот те не Рейдеры производители, кто МК-2, ТМВ, те же обладают. Теклодроны и Ближний Космос, он как бы для всех сфер. Но в каждой сфере есть свой Ближний Космос. Так же Дальний Космос. Вот почему Дальний Космос обычно там, чтоб легче воспринять или там наполнить это. Дальняя Разведка, Дальняя Разведка. Обычно этим занимаются или там научные экспедиции, туда отправляются. А Глубокий Космос, он может, там, все что угодно может быть. В большей силе пространство, надо хорошие корабли иметь. Ну, желательно от крейсера до мародерки там или там. Но Глубис уже сложнее, он как бы полутранспортный. Хотя он боевой корабль, но это полутранспортный, он огромный. Ну, угодно трофеи свозить. И сам Либиду это, там, предназначен. В момент, когда если кто-то на Мады население или кто-нибудь. Ну, Белокерминатор, я послушаю. Слачился. Ну, то есть у меня смысл такой. Слачился. И собирать где-то трофеи большие. То есть не лут, лут это, ну, такие мини-трофеи что-то. Так сказать. Потому что Тулайта Лор даже будет. А Мобис уже предназначен, чтобы игрести сразу за то крупное. И особо крупное, там, вплоть и шаттл, наверное, помпитый. Или большой какой-нибудь генератор защиты. Вот такие МК-4. Обычно технологии, да, оно, например, сказано, что Знамя-генератор МК-2, например. А чего производство неизвестно. В смысле, это Рейдеры производили. Но если Матрикс Рейдеры, то это будет компактный размер генератора. А если производила своего ЗАГСа МК-2, то это будет большой, огромный размер, там, того генератора. В особенности считался тень У-4. Ну, конечно, занимать место на корабле будет много. И в космосе еще, там, ну, едва ли в этот космос охват, приблизительно. Под углом, наверное, вертикально. Ну, барабан уже, наверное, генератора защиты. Как он, ну, говорят, типа такой штуки, как на каландре построил. Круглый. И уже внутри корабля куда-то его установить. То есть, если обшивка пробита, корабль, этот, 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 это может попадание идти по... Внутреннему оборудованию. Ну, то есть, чем больше размер, тем больше шансов. То есть, если его забронировать, там, вот, или кто-то его поставит. Ну, то есть, гармошкость, она дает свои, буду так сказать. Ну, цена при этом меньше. То есть, любой апгрейд индустриального типа. То есть, когда по цене социальной мощности он дает меньше затрат. То есть, будет тратиться на улучшение какой-нибудь. То есть, если был генератор в день ЗАГСовский, в день У4, то есть, ну, не К4, класса 4, в день класс 4. Только оно был базовым МК. А когда, вот, прообретали его МК-2, то вот затратов, ну, вот затраты обычные, затраты, сколько его, в половину у того генератора, сколько его стоимости. Да, он укрепляет этот, так сказать, свою мощь. Ну, скажем, надежность. Надежность становится. Ну, сложнее, там, со шпионом, там, он будет ушел МК-2, там, К3, сканером, ну, такого сканера. А этим, например, если Human Axe произвели, то размер там где-то, ну, может, в половину меньше, чем тени ЗАГСовская, хотя, например, тоже МК-2 был. Ну, у него тень-то, ну, какая-то. Ну, в общем-то, тень У3 будет, или вообще нет, у МК-2 их будет, у МК-2. У них будет функция тень У4, то есть, купить тот, и прообретать их будет, ну, раза в два дешевле, если нет, так вот. Не ЗАГСовская. А ГРОВА, что-то вообще-то там в четыре раза в минимуме. Ну, а этот, допустим, Химонаксов будет стоить в два в четыре раза. Это, ну, самый минимум уже. Купить его, ну, будет сложно. То есть, если генератор, кажется, что пушка там стоит 12 миллионов, генератор четыре. Ну, ЗАГСовская, что-то, он сорок процентов поля держит. Защитное поле сорок процентов урона снимает. Лазерного обычно. Ну, обычно лазерного, кажется. Ну, он снимает, да. Ну, я могу сказать, мозг кости, цена и сколько он там вырежет, это не долго. А тот, ну, долго, пока вот это, ты, например, в МК-2 не пробырает. Ну, то есть, и цена, и качество, они взаимосвязаны, то есть, насколько еще хватит. То есть, можно провести полностью починку, провести один бой какой-то там. Ну, при вторжении, набрать трофеев, и все там оборудование этими ЗАГСовское уже будет так потрепано. Ну, и легче будет починить граждан. Такой цена, ну, меньше. И при высоких, ну, критах, там, вот это просто антикриф. Он меньше получал, там, урона. Ну, обычно тени ЗАГСовский, он от случайных, как бы, выстрела опасных защищает. А в ближнем бою, если массированная атака или там много, это даже тяжелое вооружение, где-то он тоже хорошо держит. Ну, до какой-то степени. Единственный, по сути, аналог его цена, это, ну, там, все только 4 миллиона стоит на коллекционных денег. Ну, может, в цилах ЗАГСов стоит 4 миллиона тени ЗАГСов или ЗАГСов. А вообще в коалиции где-то так, если брать, что некомпетентно в этой системе, где-то на планете, где-то она производится, или там, где-то, ну, не знаю. Цел будет стоить уже в велениях, как 4 миллиона. Или Химонакс. Ну, то есть людей, людей, расы людей, там, допустим. А такой же МК-2, там, зональный, ну, людей будет где-то стоить сколько там. Ну, так если 8, то там, людей 16, а Горалакса, может, 32 или сколько, 64 миллиона. Но в зонале почему он один? Обычно в игрок, там, в зональном поле считается, что оно одно. В данном случае можно несколько покупать, там, генератора. Так же суммарно генераторы, там, выйдут. Если их несколько, там, с 50 миллионов. Ну, и Грэдис, вот что, потому что их проградить надо. Потому что генератор покупается, например, на 7-минец. Тут уже размер, уже через ЗАГСовский брали, 40-го. Ну, что размер большой, но есть много места. А на крови тоже 30-на требует.